Ну а перед началом выпуска, друзья, я вам уже рассказывал о новой федерации NBC, суть которой в открытом судействе и максимальном продвижении именно атлетов. Первые соревнования они уже провели на высоком уровне, ну а основной большой турнир пройдет в конце апреля в Москве, и там, к слову, будет и номинация «Новички». Отличная возможность для атлетов проявить себя и уверенно дебютировать на сцене. Рекомендую обратить внимание на эту федерацию, мне нравится, что сейчас набирает обороты тренд на честное и открытое судейство, ну а всю информацию о федерации и правилах участия вы найдете по ссылкам в описании. Мощные предплечья – это верный признак действительно крепкого мужчины. Пресс, грудные и бицепсы – это все, конечно, здорово, но когда предплечья развиты, когда они на месте, это говорит о многом. И сегодня, друзья, я предлагаю поговорить об обладателях самых мощных и запоминающихся предплечий в истории бодибилтинга, а после призываю вас поделиться в комментариях, у кого же все-таки лучшие предплечья среди культуристов. Но и начнем мы с Ли Приста, владателя чуть ли не лучших рук в истории, и в частности, феноменальных предплечий. В случае с Ли, небольшой рост и короткие конечности играют ему только на руку. При таких пропорциях и без того мощные предплечья смотрятся и вовсе огромными. 45,5 сантиметров – таковы предплечья Ли в обхвате. И отмечу, друзья, что приз до сих пор поддерживает надлежащие объемы рук, и даже несмотря на проблемы с защемлением нервов в области шеи и ограниченные возможности в плане тренировки рук, предплечья у Ли до сих пор в порядке. Фил Хит – еще один претендент на звание обладателя самых впечатляющих и развитых рук в истории бодибилдинга и, как по мне, вполне достойный конкурент Присту. Монструозные предплечья Хита всегда выигрышно смотрелись на сцене, и в том числе благодаря ним Фил обходил Кая Грина в сравнениях на Олимпии. Вы скажете, мелочь по предплечьям не судят? Возможно, но играет роль и общее впечатление, и в случае с Хитом именно предплечья дополняют общую картину и выдают Фил и Хите атлета полноценного, доработанного даже в небольших деталях. Данные в различных источниках разнятся, но в целом в обхвате предплечья Фила и Ли примерно равны. Может, у Хита они немного объемнее, ну а уж у кого они смотрятся более впечатляющими – выясним позже. Но первые два персонажа уж слишком очевидны. Имена, что называется на поверхности, хорошо известны и предсказуемы. Давайте поговорим и о старой школе, о Золотой Эре, когда тоже хватало атлетов с мощными предплечьями. Среди них, безусловно, были Бертил Фокс, который габаритами своих рук явно опередил свою эпоху, и Кейси Вайя Тора, обхват предплечья которого составлял около 40 сантиметров, и это при замере, как говорится, на холодную, при выпрямленном локте и сжатом кулаке. Также Кейси известен как тот самый культурист из колорадского эксперимента, в ходе которого в 1973 году Вайя Тор якобы всего за месяц набрал 28 килограммов мышц, то есть примерно по килограмму в день. И это при тренировках три раза в неделю, всего по 30 с небольшим минут и без применения допинга. Звучит, может, и не очень правдоподобно, хотя есть немало доказательств, но это тема для отдельного разговора, а может даже и выпуска, если вам будет интересно. По теме же сегодняшнего материала, предплечья у Кейси были действительно крепкие, и еще Арнольд писал, мол, только посмотрите на предплечья Вайя Тора. Мышцы на них равномерно распределены от локтя и почти до самой кисти, что существенно меняет восприятие его поз и внешний вид рук. Но, друзья, даже предплечья Кейси терялись на фоне чуть ли не лучших и, вероятно, самых больших предплечий со всю историю культуризма. Норвежский культурист Гонар Росба, который выступал в 70-х и в начале 80-х, многие наверняка о нем даже и не слышали, мог похвастаться предплечьями по разным данным от 50,5 до 52 сантиметров во вхвате. Для понимания, насколько это много, у огромного Ливана Сагинашвили из Грузии предплечья по 50 сантиметров, с его-то ростом 191 сантиметр. У Дениса Цыпленкова говорят примерно такие же, но это профессиональный армрестлер, лучший из лучших, а Гонар – бодибилдер ростом 186 сантиметров и с сопоставимым, а то и большим обхватом предплечий. Что уж говорить о его соперниках-культуристах. На их фоне руки Росба смотрелись самыми настоящими пушками. И даже бог с ними с сантиметрами и статистикой. Согласитесь, именно визуально руки Гонара смотрелись брутально и мощно. Ну и напоследок, обладатель предплечий поменьше, чем у Гонара, 47 сантиметров в обхвате, но зато об этом парни слышали все, и эти предплечия ты, мой подписчик, узнаешь из тысячи. Конечно, это Фрэнк Магретт и его огромные и чертовски венозные руки. О нем, к слову, подписчики давно просили отдельный выпуск, и если вы за, напишите об этом в комментариях, и я пойму, насколько этот материал востребован. Вы наверняка смотрели множество видео с Магреттом, возможно, плакаты с Фрэнком висят у вас в зале, в моем, к слову, в свое время висели. Вероятно даже, что именно подобные снимки когда-то мотивировали вас уделять предплечиям больше времени и усилий, чтобы достойно смотреться, действуя по примеру лучше. И хотя Фрэнк не особо преуспел в бодибилдинге, как раз его предплечия действительно узнаваемы, не говоря уже о том, что породили массу шуток, вроде «один порез листом бумаги, и этому парню точно конец». Но и да, есть немало вариаций шуток на тему предплечий и одиноких парней, мол, у них всегда найдется время запампить руки, оттого они и растут. И все было одно, если бы в том же духе не высказался и Фил Хитт. Под одним из постов, на котором красовались секущиеся бицепсы, мощное предплечие Хитта, подписчик семикратного мистера Олимпия спросил, мол, Филт, какое, по-твоему, лучшее упражнение для предплечий? На что Хитт, похоже, сознанием дела ответил, ни с кем не встречаться, ну или жить одному, если дословно. Шутка это или нет, кто знает, но в комментариях нам точно есть, что обсудить. Друзья, напишите под видео, у кого, по вашему мнению, лучшие предплечия именно в истории бодибилдинга. Потому что, понятное дело, что есть и Олег Жох, и Джефф Тейп, и многие другие, поэтому давайте сосредоточимся в этот раз именно на культуристах, может, кто выделит Винклара, Менсора или других бодибилдеров, того же Дориана Йейтса с его огромными руками и действительно очень мощными предплечьями. Я отдельно о нем не сказал, но именно Дориан в свое время действительно впечатлял. Ну а уже после, может, в отдельном выпуске определим лучшие предплечья в принципе. Ну и плюс, народ, жду ваши соображения, насколько важны мощные предплечья, может, кто не согласен с этим утверждением, и кто как их предпочитает тренировать. Если у кого есть толковые шутки про предплечья, также оставляйте их в комментариях. Ну и под таким выпуском с мужским характером и стоящей темой для обсуждения, само собой, жду ваши брутальные лайки, также подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы не пропустить новые видео. Это был проект G.O.B. Channel. Спасибо, что смотрели. Не прощаюсь.